ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Узнайте больше о своих правах и возможностях в программе «Про здоровье» на телеканале ОТС. Если болезнь не определена, невозможно и лечить её. Если дать противоядие сверхмеры, то подействует оно вреднее, чем яд. Ещё в 12-м столетии знал персидский поэт Мухаммед Ибн Али Ас-Самарканди. Здравствуйте! В эфире программа «Про здоровье». Смотрите сегодня. Улыбнуться, поднять руки и поговорить. Почему нельзя медлить при инсульте? Болевые точки органов пищеварения. Кто для пациента главный доктор? И всегда ли в мудрости печаль? В каком случае необходимо удалять восьмёрки? День борьбы с инсультом 29 октября в мире отмечают День борьбы с инсультом. Это заболевание эксперты Всемирной организации здравоохранения определили как эпидемию ещё 12 лет назад. Очень часто пациенты после инсульта становятся инвалидами, высокая летальность. Победить полностью это заболевание вряд ли возможно. В Новосибирской области показатели смертности за последние три года снизили почти на 12%. В нашем сюжете о том, что помогает предупредить болезнь и как работает правило «Золотого часа». Галина Ткачёва не помнит, как в пятницу ей стало плохо, как потом попала в больницу и провела первые дни в реанимации. Уверена, главная причина болезни – стрессы. И здоровьем своим надо было заниматься раньше. У меня просто летом было, я просто падала. Надо было просто за свой здоровый взят, но мы же всегда, у нас пока по-русски жареный петух, так мы и не хватаемся. Ну вот, если бы я, может, обратилась, тогда прошла бы исследование, тогда вполне возможно бы этого и не было. Не забывать о профилактике просит не только Галина Ивановна. Неврологи напоминают – проходите диспансеризацию, посещайте центры здоровья. А если появились первые признаки инсульта, то сразу же вызывайте врача. Правило «Золотого часа». Если лечение начать оперативно, можно предотвратить инвалидность и часто даже спасти жизнь больному. При инсульте начинается кислородное голодание клеток мозга. Какая часть мозга будет задействована в данной ситуации, таков будет и дефект. Очень часто это дефекты двигательные, достаточно часто бывают чувствительные дефекты. Возможно, после развития инсульта, развития эпилептических припадков. Всё это, конечно, очень серьёзно влияет на качество жизни пациента. Как узнать первые симптомы? Медики рекомендуют попросить пострадавшего улыбнуться. После инсульта улыбка не будет симметричной. Не сможет больной и поднять руки на одинаковую высоту. Также, если произошёл инсульт, человеку трудно будет построить фразу, отчётливо произнести звонкие согласные. Треть пациентов погибает из-за несвоевременного обращения к врачу. Важно и то, какие у человека сопутствующие заболевания. Такое, наверное, новое понятие, как коморбидность. Когда пациент страдает не только артериальной гипертензией или церебральным атеросклерозом, на фоне чего у него и происходит нарушение мозгового кровообращения, но здесь свою лепту может носить и сахарный диабет, который не всегда адекватно контролируется на этапе до поступления в стационар. И нарушение ритма сердца, и длительная бездвиженность – это тоже один из факторов риска ухудшения состояния и наступления летального исхода, даже при всём объёме оказания медицинской помощи. Галина Ивановна сегодня первый день может сидеть, говорить, пробовала ходить, пока с палочкой, но надеется, уже скоро от неё откажется. Сначала реабилитация в больнице, а дома ждут четыре маленьких внука. Игры с ними – самая настоящая лечебная физкультура. Показательные операции, лекции, мастер-класс по работе с компьютерной томографией, доклады и дискуссии. В Новосибирске прошла школа практической ото-микрохирургии. Одна из задач – обучить врачей региона инновационным методом лечения заболеваний лор-органов. Подробности далее. Операция уже через два часа. Инга немного волнуется, но ждёт с нетерпением. Вспоминает – ухо болело с детства. До последнего времени капли и таблетки помогали. Последний раз в сентябре мне заложило сильно уши. Ну и обратилась в нашу поликлинику по месту жительства. Назначили также лечение, уколы делали, таблетки пила, капала. Вот, физио было. После этого как бы изменения не произошло. Потому предложили операцию. Затягивать заболеваниями среднего уха нельзя, уверяют специалисты. Зачастую эта болезнь протекает очень скрыто, потому что пациенты не всегда обращают внимание на снижение функции слуха. А дальнейшее развитие воспалительного процесса приводит к очень серьёзным осложнениям, а в том числе может явиться и летальным исходом. Сегодня реконструктивно санирующие операции при хроническом гнойном среднем отите в режиме онлайн транслируют лор-врачам региона. У хирургического стола московский профессор Сергей Косяков. В Новосибирске он уже второй раз. Объясняет, методика не уникальная, это стандарт. Но рассказывает столичный хирург о ходе операций не по шаблону. Нам надо открыть полости, учитывая, что среднее ухо – это, знаете, некая шкатулка с сокровищами. Нам надо эту шкатулку как-то вскрыть, а она с секретами. Вот мы её вскрываем, находим эти псевдосокровища, убираем и пытаемся, так сказать, узнать с того. Сегодня проводят четыре операции. Молодые врачи наблюдают и учатся. Опытным тоже интересны подробности. Детали, уверяют, есть всегда. Даже если, как в столице Сибири, подобные хирургические вмешательства поставлены на поток. В Новосибирске подобного рода вмешательства проводятся в трёх учреждениях. Поэтому говорить о каком-то дефиците или невозможности получить данный вид услуг, говорить не приходится. Листа ожидания какого-то длительного не существует. Он абсолютно укладывается в те требования, которые нам предъявляет территориальная программа. Школа практической отомикрохирургии в этом году проходит в течение четырёх дней. Кроме операций, доклады и мастер-классы. Для пациентов хирургическое вмешательство тоже лишь часть большой работы. Дальше – длительное амбулаторное наблюдение. И неукоснительное соблюдение рекомендаций лор-врача поликлиники по месту жительства. 238.10 или про здоровье собака от СТВ.ру. Задавайте свои вопросы и ведущие специалисты области ответят в рубрике «На что жалуетесь?». Елене вырвали верхний зуб мудрости, который не мог прорезаться и рос не в ту сторону. Врач посоветовал удалить и нижние восьмёрки. Девушка волнуется, какие должны быть показания к удалению. Проблемы нижних зубов мудрости, прежде всего, связаны с соотношением размера зубной дуги и базальной дуги. То есть, в случае, если размер челюсти меньше, чем самокупные размеры зубов на ней же, в таком случае зубы, как правило, удаляют. Но это бывает не у всех. Иногда бывают зубы некрупные, и, на мой взгляд, необходимо оценивать каждую ситуацию индивидуально. Как уменьшить смертность от болезни органов пищеварения? Новые методы терапии, проблемы диагностики и лечения обсудили в Новосибирске гастроэнтерологи из разных регионов страны. О самых актуальных вопросах расскажем в следующем сюжете. Юлия вздыхает. Пропустила золотую осень, пока две недели лежала в больнице. Завтра выписка. Дома диета и лекарства. Зря, говорит, тянула с обращением к врачу так долго. Поставить точный диагноз и расписать дальнейшее лечение здесь смогли за две недели. У меня просто зуд был тела. Думала, что пройдет, пройдет. Как всегда у нас все на авось. Но не прошло. Затягивать с диагностикой и лечением нельзя, предупреждают врачи. Гастроэнтерологи и коллапрактологи из разных регионов страны собрались в Новосибирске на научно-практической конференции. Отмечают, болевых точек немало. Проблема мирового масштаба – это хеликобактер, бактерия, которая живет на слизистой желудке, которая вызывает воспаление, гастрит, язву, рак. Это уже доказано. Профессор Гайман Сарсенбаева из Челябинска пандемией 21 века называет неалкогольную жировую болезнь печени. Неалкогольная жировая болезнь печени тесно связана с самыми разными патологиями, в том числе сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, нарушением углеводного обмена, которое еще не проявляется истинным сахарным диабетом. Недостаточность поджелудочной железы, новые взгляды на хронический гастрит, сразу несколько исследований, которые касаются алкогольной болезни печени. В программе школы гастроэнтерологов 20 докладов. Болезни органов пищеварения, они вошли в разряд программы, федеральные и региональных программ по снижению смертности. Работа большая ведется, работа ведется и федеральными структурами, раз эта программа была внедрена и региональными структурами. В нашем регионе это и уровень диспансеризации повысился, и уровень выявляемости ряда на залоги, на которые раньше и не обращали, можно сказать, так, внимание. Поэтому динамика, я считаю, положительная ведется. Однако многое здесь зависит не только от усилий врачей, но и самих пациентов. Рак легкого у мужчин и рак молочной железы у женщин лидируют среди онкологических заболеваний. Новосибирские врачи отмечают, выявлять стали больше. Смертность пока остается на прежнем уровне. Какие методики используют медики региона, расскажем прямо сейчас. Все больше молодых и тех, кто тянет до последнего. Онкологи говорят, нередко к ним обращаются, когда заболевание уже в запущенной форме. Недавно такой пациент приехал в Новосибирск из Приморского края. У него была диагностирована опухоль хвоста поджелудочной железы с распространением на ворота селезенки, с поражением верхнего полюса левой почки и с порастанием в селезеночный угол ободочной кишки. Пациента удалось спасти. Ему провели обширную операцию. Сейчас проходит химиотерапию. Выписан в удовлетворительном состоянии. Онкология – проблема общемировая. В Новосибирской области только за прошлый год выявили 12,5 тысяч новых носителей злокачественных новообразований. Рак легкого, пищевода, молочной железы, патологии грудной клетки. Пациентов с такими диагнозами все больше. Дело не в том, что количество пациентов увеличилось. Просто стали чаще выявлять, лучше выявлять. Тоже самое эффект диспансеризации, которая у нас началась не так давно, но эффективно набирает уже обороты. Поэтому за счет того, что стали лучше выявлять именно первичное звено, общеполиклиническое звено и направляющие к специалистам, вот эта да, скономерность такая есть. Многопрофильный медицинский центр «Медсанчасть-168» успешно работает в Новосибирске уже более 40 лет. На лечение сюда приезжают пациенты из разных регионов России и из-за рубежа. Опыт оказания высококвалифицированной помощи позволяет клинике проводить тысячи операций в год. Многие из них малоинвазивные. В лечении онкологических пациентов хирургическими вмешательствами не ограничиваются. Подход системный. В нашем учреждении мы можем любой вид терапии предложить пациенту. Химиотерапию, таргетную терапию, генную терапию. То есть терапия направлена на разные виды мутации. Мутации выполняются, это тоже сложный процесс, иммуноферментный анализ опухоли проводится, выявляется рецепторный статус опухоли и подбирается на каждую мутацию именно тот комплекс препаратов, который необходим для проведения противоопухолевого лечения. В медицинском центре есть поликлиническое звено. Открылось новое отделение на Арбузово 1-1. В полном объеме проводится диагностика. А пациенты, у которых есть направление на оперативное лечение, могут получить бесплатную консультацию онколога. Проинформировать, разъяснить, напомнить. Одна из ключевых задач страховых представителей – популяризация профилактических мероприятий, которые проводят бесплатно в медицинских учреждениях системы ОМС. Здравствуйте, а вы на диспансеризацию пришли? Да, на диспансеризацию. А как узнали об этом? Сначала мне прислали смс-сообщение. Я прочитала, но и забыла. Позже специалисты страховой компании пригласили еще раз. И вот пришла попробовать пройти. В страховой медицинской организации ВТБМС работают более 50 страховых представителей первого и второго уровня. Одной из основных их задач является информирование граждан о возможности прохождения бесплатной диспансеризации и профилактических осмотров. О возможности пройти диспансеризацию с января по октябрь 2017 года наши специалисты оповестили более 135 тысяч человек. Мы отмечаем, что работа по информированию приносит результаты. Интерес застрахованных граждан к своему здоровью растет. Люди, получив приглашение на диспансеризацию, активно интересуются, где, в какое время и в какие сроки ее можно пройти. Информирование застрахованных происходит при помощи СМС, электронных писем, почтовых отправлений, телефонного автоинформирования, а также при личном обращении за получением полиса ОМС или консультации по вопросам организации медицинской помощи в системе ОМС. В медицинских организациях города работают страховые представители компании ВТБМС, которые всегда готовы предоставить квалифицированную консультацию по вопросам организации и порядка прохождения профилактических мероприятий. Всех граждан, застрахованных по системе ОМС в страховой организации ВТБМС, наши страховые представители приглашают на диспансеризацию. Если после наших оповещений человек не приходит в поликлинику, специалисты связываются с ним снова. Мы объясняем, что диспансеризация проводится совершенно бесплатно и помогает выявить возможные проблемы со здоровьем на начальном этапе. Чаще всего застрахованные граждане прислушаются и идут на диспансеризацию. За 9 месяцев 2017 года более 60 тысяч граждан, получивших приглашение на первый этап диспансеризации, пришли в поликлиники и узнали о состоянии своего здоровья. Это почти на полторы тысячи человек больше, чем за аналогичный период 2016 года. Более 50% пациентов, прошедших первый этап диспансеризации, были приглашены на второй этап. «Ни один врач не знает такого лекарства для усталого тела и измученной души, как надежда», – говорил австрийский писатель Стефан Цвейк. Никогда не теряйте надежды. Будьте здоровы. До встречи через неделю. Полис обязательного медицинского страхования. Узнайте больше о своих правах и возможностях в программе «Про здоровье» на телеканале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин